Я говорю, один не пойдешь, а здесь с группой, причем с такой пользой. Товарищи, приходите, не сидите. Открытие нового сезона акции «Шаги здоровья» для постоянных участников – настоящий праздник. Поэтому старт не мог пройти без концерта. Здесь компания, единомышленников, тем более встреча с врачом, задаем вопросы. И вообще общение положительной эмоцией. Спасибо всем, кто это организовывает. Уже много лет. Вы ходите с самого начала, уже 11 лет, правильно? Да, я 10 где-то хожу. Коллеги еще должны подойти. Все это очень здорово. Пришли прогулять, живем в городе, далеко не ехали. Тут как тут. Во-первых, люди встречаются, общаются. Ну а что сидеть у телевизора часами? На природе сегодня отличный день до 15 градусов. «Шаги здоровья» – это не просто прогулка в компании приверженцев здорового образа жизни. Это возможность узнать, как правильно гулять, чтобы положительно влиять на организм. А также небольшие лекции от врачей. Поговорить с врачом, просто задать интересующиеся вопросы. Мы не рассказываем о лечении. Мы именно рассказываем чаще всего о профилактике, о том, что можно сделать в домашних условиях. О том, что нужно делать, к чему стремиться, как себя вести, как питаться, какой образ жизни вести. Зачастую на приемах врачи это не объясняют. Как же нужно ходить так, чтобы ходьба была здоровительной? Ну, во-первых, это не просто ходьба пешком. Нужна определенная одежда. То есть спортивная, легкая, не жаркая. Определенная обувь. То есть это в основном кроссовки. Однозначно кроссовки. Правильная ходьба – это ходьба по ровной местности, по прямой. Не меньше 20 минут в день. В темпе до возникновения дышки у того, кто ходит. То есть у каждого этот темп будет разный. А чтобы прогулки были эффективнее и безопаснее, сначала требуется разминка. Перед любой физической активностью лучше размяться. Запустить кровообращение, запустить лимфоток, чтобы мы, как я всегда говорю, стоя чем в болоте, вода не течет. Если мы запустили, подготовили психику к нагрузкам, запустили энергию, тело уже разогретое, оно уже по-другому будет реагировать на любую физическую активность. Вы сами знаете, побежали на остановку за автобусом, на гасе голеностоп сразу говорит, я не разогрет. Поэтому надо обязательно перед любой физической активностью разогреться. Чтобы разнообразить прогулки, участники акции «Шаги здоровья» останавливаются на танцевальный фитнес. Это профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, прежде всего. Если больше 20 минут непрерывно танцевать, то это дает аэробную нагрузку, о которой сегодня врач говорила. То есть от 20 минут и до 40 – это замечательный фитнес. Аэробная именно, как аэробная тренировка. Ну и плюс хорошее настроение дает, я думаю, обязательно. В акции «Шаги здоровья» участвовать могут все желающие, любых возрастов и абсолютно бесплатно. Здесь бывает так, что очень много молодежи, иногда бывает, как сегодня, много пришло людей серебряного возраста с детьми, приходят с семьями. То есть у нас ежегодно более тысячи участников этих мероприятий. «Шаги здоровья» проходят каждую субботу с 11 часов утра. Маршруты места для оздоровительных прогулок всегда разные. Узнать, где именно начнется прогулка, можно на сайте здоровыхабаровск.рф, а также по телефону 40 90 60. Максим Вонаков, Степан Крокус. Смотри Хабаровск.